Девушки отдыхают День, когда Земле пришел конец Релиз подготовлен в 2013 году для сайта cosmoaelita.com Перевод Вампируа. Закадровый текст читает ДН-904 Субтитры создавал DimaTorzok В результате ядерного взрыва в небо взмылись огромные облака радиоактивной пыли с поверхности зараженной планеты. Все, что когда-то было создано людьми, теперь было полностью сожжено. Это был день полного уничтожения Полного уничтожения в результате применения ядерного оружия С тех пор мир, каким мы знали его раньше, больше не существовал По всей Земле и на морских просторах всюду простирается только смерть Человек сам повинен в этой смерти, которая теперь уничтожит и его самого Смотрите, это благодаря человеку, применившему эту могущественную силу И благодаря его милости заставило его так страдать Вот там, пошли! Убей меня! Убей меня! Сюда! Давай! Давай! Луиза, это все бесполезно Радио не ловит никаких сигналов Никаких признаков жизни Нью-Йорк, Лондон, Рим Москва Дорогая Проверь показания счетчика 47 рентген Немножко снизилось Возможно, мы еще сможем выжить Говорил же, что этот день настанет Я все-таки неплохо подготовил нашу крепость Отец, там кто-то идет Я не впущу их Ты не можешь так поступить Это место рассчитано только на троих Тебя, меня и Томми У меня есть только три места, не больше Луиза, ступай в свою комнату Я не позволю тебе сделать это Я знаю, хороший способ, как проникнуть внутрь Моя девочка, ты хочешь выжить или нет? Лучше я открою им Мистер, вы не рады нас видеть? Нет, мы вам рады Но сначала уберите свой пистолет Давай, Тони, убери его Давайте уберем их одновременно Хорошо, уже убрал Отлично Но для начала разберемся с вашей девушкой Луиза, отведи девушку и дай ей чистую одежду И предложи ополоснуться водой из кувшина Теперь вы Пройдите в мою комнату Вымойтесь и переоденьтесь Если, конечно, хотите остаться живы Так, посмотрю, вам нравится отдавать приказы Что ж, я подчинюсь вашему приказу Давайте, я подчинюсь вашему вниманию Да, следите Сегодня приходя Поехали Чёрт побери, он выглядит словно бомж с какой-то дьявольской свалки. Я не мог оставить его там. 740 рентген. Луиза, не прикасайся к нему. Ступайте в мою комнату и переоденьтесь. Пока не стало слишком поздно. Мой брат мёртв. Он был всего в 10 метрах от меня. Он погиб, а я нет. А может он не погиб? Вам сейчас же надо вымыться. Ему было всего 22 года. Какая-то бессмыслица. Вы поторопитесь? Идите мыться. Или вас вышвырнем отсюда. Пожалуйста, идите и делайте то, что говорит мой отец. Вся ирония заключается в том, что он готовился стать пастырем. Ступай, сын мой. Проходите скорее в дом. Сеньора, у вас найдётся место для меня и моего дьявола. Ему достаточно будет любого деревянного навеса. Я боюсь, что нет. Оставьте его где-нибудь на улице, поближе к дому. Слышал это? Я не виноват. Ещё один? Итак, нас уже семеро. Теперь никто не спасётся. Я должен был остановить тебя. Я бы не смогла дальше жить с этим. И ты тоже. Мистер, у вас очень хороший вкус. Эй, дорогой, посмотри, как замечательно смотрится на мне это платье. Мисс, держитесь от него подальше. Он словно разогретый атомный котёл. Это заразно? Я не знаю, но лучше не рисковать. Так зачем мы рискуем? Сейчас я освобожу его от нас. Нет. Отдай мне свой пистолет. Мистер, выбирайте, или она, или мой пистолет. Тони, осторожней! Я тоже так могу. Теперь можешь подняться. Вставай. Теперь послушай меня. Если не будешь подчиняться, я просто сразу же пристрелю тебя. Капитан, всё в порядке. Он иногда слетает с катушек. Но когда он приходит в себя, он становится отличным парнем. Руби, заткнись. Знаете, мисс? Я могу спать вместе с ним на кухне. С кем? С Диабло? Он привык всегда быть рядом со мной. Он был со мной всё время, даже тогда, когда я искал золотую жилу. Там было так глубоко. Может, около километра. А может, чуть меньше. О нет, боюсь, что это невозможно. Подойдите все сюда. Мне нужно вам кое-что сказать. Это счётчик Гейгера. Сейчас он в этом доме показывает уровень радиации в 46 рентген. 50 рентген – опасно. 500 рентген – смертельно. Всё зависит от индивидуальности организма человека. Каждый человек имеет свою индивидуальную дозу поглощаемого облучения. Вы хотите знать, что я об этом думаю? Либо мы выживем, либо погибнем. Пока ничего точно неизвестно, погибнем мы или нет. Как долго нам ещё предстоит жить в этом раю? Я предпочёл бы вообще, чтобы вы его не находили. Я должен быть в Сан-Франциско. У меня там дела, важные дела. Когда мы сможем уехать отсюда? Луиза, скажи им. Мы не знаем, что случилось в Сан-Франциско. Мы не смогли поймать никаких радиосигналов со всего мира. Ни на коротких, ни на длинных волнах. Вы шутите? Фриско, нет? Я думаю, хватит. Выслушайте меня. В этой комнате сейчас находятся 7 человек, которые в ближайшее время станут началом новой цивилизации. Я знал, что этот день наступит. Я 10 лет строил эту крепость. Если вы будете слушаться меня, я докажу вам, что мы могли выжить. Вот это мой дом. У меня есть генератор, и было достаточно запасов еды. В холмах, окружающих нас, полно железной руды, содержащих свинец, они образуют природный барьер от радиации. С помощью этих склонов и этих каньонов образуется мощный вихревой поток, который защищает нас от радиоактивного загрязнения. Но, как на зло, вы все оказались в этом районе. Это не касается человека, который на диване. Ему уже ничего не поможет. Вы видите результат действия радиации. Он не дотянет даже до ночи. Если не подует сильный ветер, и не будет дождя, то мы сможем выжить. Если только какая-то иная сила не убьет нас. Какая иная сила? Забудьте сейчас про это. Есть только небольшой нюанс. Вас здесь никто не ждал. Это место рассчитано только на троих, как и запасы еды. При бесконтрольной трате запасов еды, да еще на семерых, мы очень скоро можем оказаться без еды. Скажу сразу, ключ от кладовой с протзапасом есть только у меня. Только я могу решать, когда и сколько надо есть. В случае возникновения малейших проблем, вопрос будет урегулирован с помощью этого. Конечно, можно быть таким диктатором. Да еще и имею в руках пистолет. Вы никогда не оставляете его? У меня нет таких намерений. Мужчины будут спать в моей комнате. Я же расположусь здесь. Он тоже может быть заражен? Возможно, возможно. Узнаем об этом завтра. Такой красавчик мужчина, как он, было бы просто ужасно. Я не собираюсь умирать. Сначала я думал об этом, но теперь с тобой будет все хорошо. Ты мой спаситель. Я этого не забуду. Я голоден. Я хочу есть. Хочу мяса. Свежего мяса. Я не знаю, почему. Но от этого мне должно полегчать. Хорошо. Я поговорю с шеф-поваром. А пока пойду, вымоюсь и переоденусь. Хлоурус. Этот счетчик нужно отрегулировать. Сейчас попробую это сделать. Откуда тебе об этом известно? Я геолог. И мне доводилось добывать уран. То есть ты все знаешь о попастности радиации? Сегодня я узнал о ней еще больше. Это так, а также то, как она может влиять на нашу жизнь. Хотите сказать, что нет никаких шансов выжить, и мы погибнем от нее? Я хотел только сказать, что о ее истинной силе мы ничего еще не знаем. Вы помните об испытании атомной бомбы на Атолле Мацоа? Я был тогда капитаном на одном из кораблей. Через пять дней после взрыва мне пришлось вести свой корабль через эпицентр этого взрыва. Результаты этих испытаний так и не были обнародованы. Что вы хотите этим сказать? Койоты. Охотятся на кого-то. Охотятся на зараженную добычу. Стараются выжить, как и мы. Прошло уже больше недели. А здесь, словно как на Ноевом ковчеге. КОНЕЦ Что такое, Радек? Я опять проголодался. Извини меня. Но мне нужно мясо. Но здесь все заражено. Ты сразу погибнешь, если съешь его. Ты – да. Я – нет. Это мне не годится. В ближайшее время ничего другого не будет. Это ты так думаешь. Вы хорошо придумали. В будущем оно пригодится. Завтра утром у него годовщина. Ему исполнится. Три недели? Три недели. Я думал, что вокруг все полностью погибло. Это не так. Радек сам его сегодня поставил возле своей кровати. Я его боюсь. Это логично, поскольку он выглядит словно мертвец. Здесь нет никакой логики. Он уже в течение трех недель ничего не ест и не пьет. Чем же он живет? Он не может обходиться без еды. Он ушел прошлой ночью, а вернулся только на рассвете. Думаю, что он помаленьку сходит с ума. Он живет в каком-то своем мире. Признак мутации? Монстр, рожденный нашим новым атомным миром. Я собираюсь немного прогуляться. Не уходи слишком далеко. Держись возле дома. Почему? Потому что я так сказал. Разве я не свободен? Мне нравится бывать там. Пойдешь со мной? Нет. Он становится опасен. Его нужно уничтожить. Нет, нам очень важно, чтобы он оставался жив. Но почему? Я пока не уверен в этом. Но думаю, скоро смогу рассказать. Именно под такую музыку я очень любил танцевать. Эй, парниша, давай вместе. Эй, ты хоть понял, о чем я сейчас сказала? Нет. И выключи эту паршивую музыку. У тебя перед глазами все маячит, это Луиза? Заткнись. Тебе беспокоит, что она воркует с Риком, а не с тобой? Я сказал уже, чтобы ты заткнулась. Кажется, у меня снова появилось желание жить. Я не хочу ждать еще семь недель. Луиза. А ты? Луиза. Что с тобой? Разве ты не слышишь? Что? Давайте лучше вернемся в дом. Луиза. Луиза. КОНЕЦ Джим, Костя еще не успеет даже засохнуть, смотри. Вот следы. Это Радек. Думаешь, что это он съел этого кролика? 49 рентген. Что за человек, съевший это, может оставаться еще живым? Он часто проводил ночи в этом лесу. Ни один человек не выживет после этого. Но это противоречит законам природы и Бога. Возможно, сейчас законы изменились, и мы не знаем все про них. Давай, объясни мне пояснее. Это всего лишь мое предположение. Даже незначительное облучение радиации приводит к мутациям в организме. Если же человек выжил даже после сильного облучения, то с ним тем более должна произойти неизбежная мутация, о последствиях которой даже страшно сказать. Испытание на Мацуо. Ну и что? Ничего. Излагай дальше свою теорию. Может, есть еще такие же выжившие, как Радек, а может и опаснее его. Мы все подверглись немыслимой дозе облучения. Получается, что мы тоже можем стать такими, как и Радек? Выходить по ночам из дома и есть сырое мясо? Может быть. Рик, и что нам теперь делать? Мой брат всегда говорил, что в Библии есть ответы на все вопросы, когда постараюсь найти их до того, пока я не сошел с ума. Доброе утро. Вот, послушай. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Когда я был еще ребенком, меня уже тогда достал весь этот библейский бред. Тони, видимо, тебе уже ничего не поможет. Кажется, вы говорили что-то о дожде. Да, все верно. Скоро будет дождь, чья вода просто насыщена ядерной смертью. Мы не успеем уйти далеко отсюда. Но если дождь будет продолжаться слишком долго, и мы останемся здесь на неопределенное время, мне предстоит уменьшить наш шпайок ровно наполовину. Наполовину из ничего? Нам надо самим научиться выращивать себе еду. У меня есть запасы семян, книги по садоводству и подручные инструменты. Только общими нашими усилиями мы сможем выжить. Можете начинать читать их. Чудно. Тони Ламонт. Фермер. Скоро у нас закончится чистая питьевая вода. Рядом с домом есть горный водопад. Я только сегодня проверил ее. Она все еще чистая. Завтра утром она может стать уже негодной. Последние свои 64 года я мылся в ней постоянно, не менее двух раз в месяц. Пит, скорее всего, это и спасло вашу жизнь. Это место выглядит очень зловеще, даже при дневном свете. Я бы отдала все, чтобы оказаться сейчас вновь на Бродвее. Я бы не сказала, что это место слишком отгорожено от посторонних глаз. Ты очень привлекательно смотришься, хоть и деревенщина. Видать, Тони не просто так не сводит с тебя глаз. Тони? Он не сводит с тебя глаз, даже больше. Крошка, если хочешь, я немедленно сообщу об этом твоему отцу. Думаю, у него нет ничего плохого в мыслях. Но я запомню это. ГОВОРЯТ НА АНСКОМ ЯЗЫКЕ Наверное, это пришел Тони. Скорее всего, это он. Что такое? Он что, подглядывает за нами? Ты видишь его? Где он? Я ничего не вижу. Что-то шевелится в кустах. Скорее всего, это один из наших мужиков. Ничто их не изменит. Давай убираться отсюда. Давай поскорее убираться отсюда. Мне нужно слегка передохнуть. Дай мне отдышаться. Я почувствовала чей-то взгляд на себе, и мне послышался чей-то голос. Эй, это кажется тронулось. Уматываем. Джим, скорее всего, Радек не единственный, кто охотится ради еды. Это не последняя его добыча. За ней последует следующее. Эти места ужасные. Рик, мы должны убить Радека. Но это наш единственный шанс выяснить, зачем он их убивает. Вся живность на Атоле, Мацуо, если бы я мог рассказать об этом. Разве не настало время тебе рассказать мне все об этом? Да, конечно, но только после того, как остальные лягут спать. И ты поймешь, что я не такой уж и сумасшедший, как думают остальные. Пит, я стыщила немного сахара для вас. О, Руби, большое спасибо. Он никогда так надолго не останавливался, как сейчас. Он боится. Он не любит, когда что-то происходит в горах. В ближайшие дни мы пойдем отсюда дальше. Пойдете дальше? Но куда? Мы нашли еще одну золотоносную жилу за одним из этих холмов. На данный момент это все бесполезно. Что бесполезно? Руби, разве ты не понимаешь? Я потратил всю свою жизнь на поиски золота. И теперь, когда я нашел его, и здесь, и там, и я здесь. Ты псих. Только не думай, что ты сейчас только один такой. Мы сейчас все такие, Руби. Спасибо за сахар. Ты знаешь, дьявол просто обалдеет от сахара. Старый лгун, я знаю, что ты делаешь с сахаром. В следующий раз, когда ты его заваришь, я хочу получить свою порцию. Искупались? Дорогая, как себя чувствуешь? Прекрасно. А где Рик? Пошел обойти местность. Скоро вернется. Я подожду его на улице. Не уходите далеко от дома. Мне нужно поговорить с тобой. Я с самого нашего появления здесь хотел поговорить с тобой. Я тебе сразу понравился? Отвечай. Я не уродлив. Не курю и не пью. У моей матери куча денег. Отстань от меня. Возвращайся к своей Руби. Ничего, ты все равно будешь моей. Я ощущаю женские духи на тебе. Какой приятный аромат. Ты опять их сосала. Зачем ты это куришь? Меня угостил Пит. А что в этом такого? То же самое с нами делает алкоголь. Он тоже нас убивает. Выбрось сейчас же. А ты разве не любитель этого? В этом нет ничего позорного для девушки легкого поведения. Это вызывает во мне такую боль. Все эти студенческие вечеринки, клубные вечеринки. Ты готов сблизиться со мной, Руби? Однако я догадываюсь, о ком ты сейчас думаешь. Учти, я ревниво. Забудь об этом. У нас есть и более серьезные проблемы. По словам Джима, еда у нас закончится в течение месяца. Перестань думать сейчас об этом. Мы больше никогда не увидим Пита. То есть четыре недели, шесть человек. А как долго смогут прожить только двое? Двенадцать недель. Поняла? Конечно. Только ты и я. Около трех месяцев. И тогда будет все в порядке. Как же убить четырех человек? А учитывая Радека, даже пяти. Мне нужно раздобыть какое-то оружие. Но мне важно другое. Крошка, ты со мной? Крошка, ты со мной? Крошка, ты со мной? А учитывая Радека, это не только-экранный. Крошка, ты со мной? Радек проходит сквозь эти испарения, словно через простой туман. Рик, а что тебе известно об испытаниях атомной бомбы на Атолио Мацоа? Все, что и всем об этом известно. Ничего большего я не знаю. Я покажу кое-что тебе. Я вел корабль с животными через эпицентр взрыва. Я был первым, кто увидел все это. Их было более тысячи видов. Во всех газетах писали, что все животные во время взрыва погибли. Газеты всех обманывали. Трое из них выжили. После взрыва атомной бомбы был издан закон, запрещающий любую фотосъемку этих событий. Но он ничего не запрещал по поводу рисования этих событий. Это место было поделено на квадраты. В них располагались особи мужского и женского пола каждого вида. Словно простые подопытные мыши. Они выжили? Они прожили три дня. Третьим выжившим видом была обезьяна. Но ее кожа стала гибка, как резина, и в то же время крепка, как металл. Кажется, я начинаю немного понимать. Это ответ природы на последующее радиационное излучение. И это после миллионов лет эволюции и последующего ядерного взрыва? Они были еще живы порядка трех дней. Когда я прибыл, чтобы погрузить их на корабль для дальнейших исследований, они были уже мертвы. Теперь, зная причины их смерти, это может нам помочь. Я никак не могу понять другого. Они ничего не ели и не пили. Это новый вид. Предки тех, которые сейчас находятся вокруг нас. У меня такое впечатление, будто это чья-то безумная игра. Не вызывает сомнений только то, что здесь осталось только два вида формы жизни. И то, что выжить в этом мире может только один из них, один из которых потребен в нас. Рик, ты прав. Ты заставил меня о многом задуматься. Я собирался сначала просто бороться за выживание. Теперь у меня появилось чувство ответственности о будущем всего нашего человечества. Мы поговорим об этом завтра утром. У меня есть о чем поразмышлять. Завтра утром мне будет, что сказать нашим девушкам. Только девушкам? Да. Они должны узнать об этом как можно скорее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отец, останови их. Нет, не сейчас. Пусть сначала Рих преподаст ему урок. Я все равно убью тебя. Дорогой, с тобой все в порядке? Оставь меня в покое. Ветер дует, но никаких признаков дождя. Ну все, моя девочка, прошу выслушать меня внимательно. Я слушаю. Тебе нравится, Рих? Да. Дорогая, ты его любишь? Как капитан корабля, я могу заключать семейные браки. Я хочу, чтобы ты вышла за него замуж. Моя детка, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я не хочу, чтобы ты называл меня деткой. Я только хочу, чтобы ты подумала о своем будущем. Больше нет никого будущего. Нет, есть. Для вас. Я даю тебе еще одну неделю, чтобы ты хорошо подумала. Ты слышала меня? Да, я выйду замуж за Рика. На этой неделе. Если только мы, останемся живы. Мое дитя, как же иначе? Все будет хорошо. Пойду. Скажу сначала об этом Руби, а потом сообщу об этом Тони и Рику. Как же поскорее мне добраться до этого ключа, чтобы открыть эту потайную дверь? А ты вообще имеешь представление о детях? Или ты все время будешь разговаривать с ними о стриптизе? А что, если действовать через Луизу? Она наверняка имеет доступ в эту кладовую. Я думаю, что у нее тоже нет ключа. Так же, как и у всех нас. С тобой такое случалось? Когда тебя не любят, а ты все стараешься добиться чьей-то любви. Мы вместе с тобой хотим открыть дверь в эту кладовую. Только ты и я. Разве не ты мне это говорил? Лжец. Я лжец. Я всегда была твоей подружкой. А ты... Подлая дрянь. Так получи вот это от меня, любовь моя. За нашу долгую любовь. Идти дальше не слишком опасно? Рик, нет, нет, не надо. Нам придется подождать еще пару месяцев. Правда, у нас заканчиваются запасы еды. Но у нас запасы есть еще на две недели. Не прикасайся к нему. Посмотри на его ноги. Он был возле воды. Дайте мне поесть. Они не дали мне ничем поживиться. Там есть еще кто-то? Сильнее, чем я. Намного сильнее. Сколько их? Их не так много. Но они намного сильнее. Хочу есть. Он больше не сможет жевать. Посмотри на его лицевую кость. Такая же, как на твоих картинках с Мацуо. Смотри. Мутация кожи на нем такая же, как и у тех животных. Он сказал, что те другие были намного сильнее его. Сейчас они находятся на второй стадии развития. На третьем этапе развития они станут еще сильнее. Возможно, на четвертой стадии развития они вообще станут неуязвимыми. А мы на какой стадии? Первой? Радек находится в первой стадии. Будет дождь. Я покину вас. Пойду проверю, как там мой Диабло. Войдите. Твой отец сказал мне, что ты неважно себя чувствуешь. Извини. Сейчас мне стало лучше. Вот и отлично. Рик. Там за пределами есть что-то, о чем вы ничего не знаете? Мы полностью в этом еще не уверены. Я так не думаю. Просто внимательно выслушай меня. Я что-то почувствовала, когда мы были на озере. Словно это был какой-то разряд электричества. Мой пульс ускорился. Потом остановился. Потом вновь ускорился. Это был просто страх. Это происходит со мной время от времени. Все сильнее и сильнее. Ты мне не веришь? Мне бы очень хотелось верить тебе, но не хотелось бы верить во все остальное. Я очень рада, что ты здесь. Руби, не думал, что окажусь в этом месте надолго и не смогу ему никак помочь. Теперь он должен довольствоваться тем, что есть здесь. Пит, у тебя есть выпить? Пожалуйста, это без проблем. Руби, ты мой друг. Половина моего золота принадлежит тебе. Это страшное место. Пит, спасибо за пойло. Что, не понравилось? Может, ты тоже хочешь выпить? Тони, ты опять нашла выпивку? Я терпеть не могу, когда ты пьяна. Мы всегда спорили между собой, но мы всегда оставались вместе. Тони, мы просто созданы друг для друга. Ты и я стоим друг к другу. Ты даже не рассчитывай на это. Все. Я иду спать. Тони! Ступни! Я видел, как ты следил за мной прошлой ночью Ты ходил в горы Если ты пойдешь туда, то умрешь Я знаю Что ты там делаешь? Там происходят удивительные вещи Какие вещи? Когда-нибудь я расскажу тебе об этом А почему не сейчас? Я хотел бы остаться там навсегда Мне не нравится находиться в этом доме И возвращаешься сюда только поспать? У меня там есть враги Они хотят убить меня Хватит говорить об этом Я очень устал Но сперва я хочу кое-что тебе сказать Что? В ближайшее время вы все умрете Вы все, наверное, думаете, что я сумасшедший Я не знаю Я не знаю, что это Но они уже слишком близко подходят к нашему дому Придется на ночь возле дома выставлять охрану Они могут помочь нам в этом Но я не могу доверить ему оружие Я знаю таких типов Такие типы всегда рождаются в клоаках Ты должен рассказать нам обо всем Должен, это верно Кто знает Может быть, мы все вместе сможем найти какое-то решение Эй, Пит Ты слышишь, какая музыка? Ты ее не узнаешь? Как только я выходила на подиум Все мужчины визжали от восторга Именно тогда я получала истинный драйв Этот ритм вызывает у меня дрожь Угадайте, где я встретила его Давайте Тони, мы тогда с тобой познакомились в клубе безумия Ты помнишь это? Начали падать конфетти Как только я подошла к барной стойке Зал осветился в синий цвет И они стали бросать свои деньги Надежд и кланчане Комментику Ко-о-о-о А-а-а-а А-а-а-а А-а-а О-а-а-а Маза Я в порядке. Кажется, я немного прикорнул. Ничего, все в порядке. Давайте, теперь моя очередь. Диабло пропал. Может быть, он пошел к ручью? Нет, тогда бы мы услышали треск деревьев. А Радик лежит в своей кровати? Нет, нам надо найти его как можно скорее. Его нигде нет. Смотрите, вот там его следы. Что здесь произошло? Он отвел его в ту сторону. Джим, давай быстрее сюда. Радик съел его. Паршивый стервятник. Возможно, это сделал и не Радик. Теперь это все равно. Рик, мы обязаны найти его. Как только мы найдем его, я убью его. Диабло, он исчез. Пит, что случилось? Ё-моё. Он исчез. Так и быть. Я помогу тебе найти его. Я не хочу верить в то, что он уже мертв. Не могу поверить, что я больше не увижу его. Ясно только одно, что он совсем недавно был здесь. Не возвращаться же нам теперь обратно. Давай направимся дальше. Давай, поторопись. Не могу. Я уже не так молод. Давай, поторапливайся. Это Радик. Ты только посмотри на него. Кто мог убить его? Три раны. Смотри, словно следы от стальных когтей. Должно быть. Это где-то скрывается. Здесь рядом. Я пойду поищу его. Нет, только не сейчас. Сейчас мы на его территории. Я должен узнать, что это такое. Раз и навсегда. Три стальных когтя. Это выходит за рамки моего понимания. Джим, стальные когти, как и у той обезьяны с корабля. Я знал. Я знал, что это когда-то случится. Мы только хотели переночевать у вас в доме. Нам предстояла долгая дорога. Пойдем, Пит. Пойдем домой. Скоро оно сюда вернется. Кто убил Радека? Ты? Не вешай носа. Он все равно был сумасшедшим. Посмотри на его кожу. Я видел. Что с ней случилось? Такое состояние кожного покрова бывает от облучения радиацией. Это может произойти и с нашей кожей? Не так ли? Может быть. Я много чего еще не знаю. Тони. Давай лучше отведем Пита в дом. Что это? Словно плачет маленький ребенок. Ты это слышала? Что? Я вообще ничего не слышу. Наверное, мне это приснилось. Конечно. Лучше ложись и поспи еще немного. Словно плачет маленький ребенок. Такое садовое сердце. Оно п Road. Никого театра. Как hacer? Малышка. Пит, остановись. Куда ты направился? Если сможешь, сначала догони меня. Пит, прошу, вернись. Старый пердун. Ты там погибнешь. Пит, прошу, вернись. Пит, прошу, вернись. Луиза ничего не должна об этом знать. Хорошо, как долго ты там пробыл? Достаточно времени. Скажем, что я заболел. Это объяснит, почему я лежу. Может быть, за это время у нас выработался к этому какой-то иммунитет? Припаси свою ерунду для остальных. Я пристрелю этого Пита. Он будет первым в моем списке. Если он не вернется после дождя, мы заново продолжим его поиски. Рик, скажи мне. Скажи мне всю правду. О чем? Взгляни на мою кожу. Ну и что такого? Она стала похожей на кожу, как у Радека. Нет, она совсем не такая. Рик, ты мне лжешь. С ней что-то происходит. Отец, тебе лучше? Намного. Как ты? С тобой все в порядке? Все хорошо. Дорогой, с тобой все будет хорошо. Конечно, моя детка. А где Рик? Он что-то делает снаружи. Я пойду посмотрю, что он там делает. Случайно, это не ты прихватил с собой кухонный нож? Что ты несешь? Я тоже пойду, подышу свежим воздухом. Я тоже пойду с тобой. Оставайся здесь, увидимся позже. Я ненавижу это место. Я не вижу основания, чтобы ты уходил отсюда. Посмотри, посмотри, что случилось с моей кожей. Я видел ее с десяток раз. На ней нет ничего особенного. Если закричишь, то я убью тебя. Учти, я не шучу. Давай, отойдем отсюда. Луиза, присядь. Ничто и никогда не доставалось мне так трудно. Всю свою жизнь я должен был бороться. Что ты хочешь? Разве ты не поняла? Ты отличаешься от других. Я еще никогда в своей жизни не встречал такой девушки, как ты. Не прикасайся ко мне. Ты мне просто отвратителен. Я хочу оплодотворить тебя. И чтобы нас осталось только двое. Мы будем хорошей парой. Теперь, поняла? Не прикасайся ко мне. Тони, пусть эта девушка уйдет. Что ты здесь делаешь? Уходи быстрее отсюда и расскажи отцу все, что произошло на этом холме. Признайся, ты никогда не верила мне. Я оплодотворю тебя. Ты променял ее на меня? Верно. Но ты сама должна была все понимать. Ты жалкая сучка, потерявшая всякий стыд. Я имел раньше дело с такими. Тони, как же ты мне противен. Ты должен был погибнуть первым. О, Тони. Почему ты не женишься на мне? У нас бы появились маленькие детки. Я не собирался жениться на тебе. Потаскуха. Счастливого пути, моя сладкая. Руби не захотела возвращаться обратно вместе со мной. Мы немного поспорили, она захотела остаться там, чтобы прийти в себя. Она вернется, как только и станет лучше. Я думаю, что тебе самому тоже бы это не помешало. Возможно, к утру это само пройдет. Сейчас я очень устал. Хорошо. Ты можешь ударить меня. Но что это изменит? Если ты хоть еще раз приблизишься к Луизе, я... Убьешь меня? Ты? Я еще никогда не смеялся более одного раза в день. Теперь я пойду спать. Рик, ты готов был убить его? Тебе стоит убить его первым. Возьми ему пистолет. Потратить пули на этого Тони? Вы неправильно меня поняли. Ставки очень высоки. Все равно при себе надо иметь пистолет. Возьми один из них в кладовой. Возьми его и держи при себе. Ничего нет. Это напоминает мне песенку про 10 маленьких негритят. Их убивали одним за одним. Немного похоже на нас. Нас уже осталось только четверо. Три маленьких негритенка. Два маленьких. Один, не одного. Когда уже мы сможем отправиться туда? Я не знаю. Вы все надеетесь поймать радиосигнал из Нью-Йорка? Чикаго? Думаю, что это хорошая мысль. Еще раз дернешься, и я убью тебя. Капитан, я все понял. Разве я такой непонятливый? Капитан, я все понял. Рик! Рик! Что случилось? Там кто-то есть. Где? Он следил за мной. Оставайся здесь. Не оставляй меня. Давай лучше вернемся в дом. Ты хорошо его разглядела? Я почти ничего не видела. Но зато я слышала его. Он был в шести метрах от тебя. А я вообще ничего не мог слышать. Отведи меня домой. Прошу, отведи. Возвращаемся. Рик, как она? До сих пор вся трясется. Я дал ей успокоительного. А удалось что-нибудь еще раз узнать? Она сказала, что оно было похоже на мертвеца. А как оно выглядело? Его кожа очень похожа на кожу Радека. Хорошо, продолжай. У него более двух глаз. Как и у обезьяны с Мацуо. Джим, эта обезьяна могла вырасти до таких размеров? Нет. Луиза говорит, что оно было в человеческий рост. Значит, это человек, а не животное. Джим, тогда как с ним бороться? Как нам убить его? Нам нужно найти ответ, как можно убить его. Оно может есть зараженное мясо. Может дышать отравленным воздухом. То есть, что нас убивает, то его кормит. Верно, что нас убивает, то его кормит. Что в этом такого? Джим, мы должны понять, как мы можем убить его. Мы можем только догадываться, что оно испугалось, хотя оно ходилось так близко к Луизе, что могло напасть и убить ее. Оно же держалось вдали от озера. Но почему? Кажется, будет гроза. Кажется, будет гроза. Кажется, будет гроза. Кажется, будет гроза. КОНЕЦ 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 Что, Джим? Проверь, все ли в порядке с Луизой. Ее там нет. Боже мой. Ты умеешь пользоваться винтовкой? Возьми одну из них в кладовой. Что за шум? Он схватил ее. Тони, пойдешь вместе с Риком. Может быть, вы вдвоем сможете ее освободить? О нет, пусть этим занимается Рик. Вы же помолвили их. Вот для тебя и пришло время стать настоящим американским героем. Рик! Подойди. Пистолет тебе теперь не нужен. Давай я положу его себе под подушку. Рик! Если не будет другого выхода, убей Луизу. Луизу! Луизу! Уже рассвело. Ну что, капитан? Кажется, ваш корабль тонет. Я никого не хотел спасти. Я не пытался спасти Руби, не пытался помочь Рику спасти Луизу. Это отброс человечества. Я трус. Я готов помогать только на определенных условиях. Одним из них является наличие у меня оружия. Капитан, вот так-то лучшее. Догадываюсь, что у вас припасена куча оружия. Я бы хотел заполучить его. Музыка. Рик. Неужели чей-то голос? Нет, ничего. Вы лжете. Умирая, человек не должен врать. Я знаю, что вы сосватали ее запито. Все верно, он мужественный парень. И какое твое предложение? Предложение? Я хочу получить намного больше. Намного. Дом, Луизу. Если она, конечно, вернется, я буду лучшим отцом для своих детей, чем этот Рик. Все будет по-моему. Будет дождь. Как думаете, дождь погубит нас? Ты сразу об этом узнаешь. Рик! 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 Рик, лезь в воду. Он боится воды. Рик, лезь в воду. Он собирается спрятаться в доме. Я постараюсь обогнать его. Какой прекрасный дождик. Капитан, как долго нам еще осталось? Набери мне для проверки немного воды. Это уже начинает действовать мне на нервы. Этот проклятый дождь все никак не прекратится. Дай мне счетчик Гегера. Чистая дождевая вода. Это же отлично. Так что теперь ты погибнешь. Озеро. Он боялся озера. Кто боялся озера? Озеро. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не понимаете? Я люблю Луизу. Теперь я хорошо вижу их. Да уж, в него будет трудновато попасть. Давай, опусти пистолет. Заткнись. Еще немного. Теперь пора. Он собирался убить Рика. Я должен был остановить его. Джим, эта тварь мертва. Дождь убил его. Я проверил дождевую воду. Она оказалась совершенно чистой. Я много думал, а потом вспомнил. Я вспомнил про животных на своем корабле. Они никогда не прикасались к пище и воде. Я подумал, а почему так? И понял, что все эти твари могут существовать только в отравленном мире. Дождь был словно очищение. Человек создал их. А Бог их уничтожил. Дождь принесет нам свежий воздух. Он поможет и остальным, если, конечно, кто-то еще выжил. Я слышал голос по радио, когда искал пистолет. Есть еще выжившие. Так что будущее есть у человечества, и вы станете его частью тоже. Постарайтесь найти их. О, не. О, не. О, не. О, не. Уиза, ты готова идти? Уже иду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА